Добрый день, уважаемые друзья! Сейчас я нахожусь в Тамбовской области, недалеко от населенного пункта Давыдовская. Хочу сказать несколько слов перед тем, как вы увидите очередной фильм на нашем канале «Лапландеру не мог». Этот фильм несколько отличается от всех фильмов, которые мы делали раньше. Если раньше все наши видео касались каких-то мероприятий, соревнований, рейды, покатушки, какие-то наши встречи, то сегодняшний фильм целиком посвящен работе. Работа самым тесным образом связана с покорением бездорожья. Не секрет, что линия электропередач высоковольтная содержит в верхней точке оптиковолоконный кабель, который периодически нужно осматривать и контролировать его состояние. Вот этим осмотром мы и занимались на протяжении осенью 2016 года и сейчас вот весна 2017 года. Наш фильм о осенне-зимней поездке 2016 года. Мы не ожидали, что получится несколько экстремальные условия, но, что называется, хапнули экстриму по полной. Действительно было очень жестко. В чем заключался смысл работы? 1200 вышек на протяжении примерно 500 километров. Их нужно было проехать в течение месяца, отфотографировать каждую вышку, потом обработать материал. В основном это Рязанская область, ну и, соответственно, Тамбовская область. Как мы ехали, все будет видно из фильма. К сожалению, видеоматериалов непосредственно не очень много. Поэтому в фильме чередуются фотографии и видео. Хотя я не очень это люблю, но другого материала нет, пришлось сделать так. Смотрите, оценивайте, подписывайтесь. В общем, приятного вам просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Рядовые будни диагностов кабеля Мегафоны МТС Раннее утро И кстати говоря, ни Мегафон, ни МТС Ни Билайн в этом месте, где мы находимся, не работает Вообще ничего не работает Теледва тоже Теледва не работает Время 7.50, на улице по ощущению градусов 12, наверное Ну, нам не холодно Зато какое красивое место, где мы находимся Практически сплошные елки Даже костер был не с чего разжечь А деревня уже нет накатки Рязанская область Осыпашковский район Как это же не будет Рязанская область Ну, потихонечку Чуть Накатай себе Накатай сначала себе Накатай себе Субтитры сделал DimaTorzok Лево руль Теперь право руль Право и назад Право руль Да, назад Все, ровняй руль Ровняй руль Все, откатывайся Прям как качишься Отлично Вот Еще, еще назад можно Еще назад можно Все, разгоняйся отсюда Сейчас должны заехать Я тебя не вижу Леви, леви Да, леви Правильно Правильно Еще леви Хари, хари руль возьми Прави Прави Здорово, я ее вижу Субтитры сделал DimaTorzok Пошел ходом, пошел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Относительно себя Возьми полевее Чтобы на кошке не налетать Чтобы она у тебя сталкивалась Между колес Полевей себе Протопчи дорогу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Благополучие наше закончилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в Рязани насыпало очень много снега. Он слежался и стал твердым. Идти в обратном направлении еще более-менее можно. УАЗик на 33-х Сафарях практически не едет. Как результат, сначала два хаба заменили, а затем и полугуси. И передняя, и задняя. УАЗик полностью не движим. Слава Богу, что хоть мотор мы можем завести. Наверное. Вот мы возвращаемся сейчас в спешей прогулке вдоль деревни Лукмас Сапожского района Рязанской области. Люди, это откровенно гиблое место. Не надо сюда приезжать. ни под каким видом. В деревне несколько жилых домов. И как минимум в трех есть трактора. В разных концах деревни. Мы обошли всех. Никто не хочет заводить трактора. Даже за деньги. не говорю уже о том, что люди попали в беду и в принципе могут замерзнуть. Нет. На это мы уже давно не рассчитываем. Но даже за деньги люди не хотят выйти из своих домов, дернуть, запускать, потом рычагом завести основной дизель и приехать вытащить. Причем во всех домах не по одному трактору, а по два. МТЗ 82, ДТ 75. Вот в трех местах никто не захотел нам помогать. Потом ходили искали связь. Ни Теледва, ни Билайн здесь откровенно не работают. Пришлось подниматься в поле. Залезает на крышу раздолбанного коровника. И только тут смогли дозвониться более-менее. И то через раз. Ну вот возвращаемся сейчас к своему УАЗику. заведем, погреемся. Хоть что-нибудь поесть. Вот ушли мы от него в час дня. Сейчас уже полпятого, даже нам к пяти ближе. Днем назад. Все это время ходить пешком. Сначала мерзнешь, потом греешься, мерзнешь, греешься. Мне, если бы ко мне пришли, бы сказали давай, езжай, помогаем вот в километре застряли. У меня под боком стоял бы гелик бы. Да что, мне тяжело, что ли его выйти, завести. По крайней мере, попробовать. Попробовать же. Ну не заведется, это другой вопрос. Ну ты, елки-палки, попробуй. А то один вышел тут. Пальцы у меня мерзнут, солярки у меня нету. Совести у тебя нету. Ну вот. Вот это вот штуку мы нарисовали, чтобы спасательная экспедиция, которая, мы надеемся, уже выдвинулась за нами, чтобы могла сориентироваться, куда идти. Субтитры сделал DimaTorzok. мы еще не дошли продолжаем наш репортаж о пешем о вроде мы побывали в нашем уазике провели в нем три часа обогрелись покушали поспали супер витя пытался выйти с нами на связь но отвечать бесполезно так как деление связи вообще ни одного только вышка и все поэтому мы идем обратно потому как мы шли когда было светло обратно в деревню лукмас в ее верхнюю часть для того чтобы выйти на связь с нашим любимым супер витей мы очень надеемся что он едет и его звонки означали то что я приближаюсь и встретите меня а не то что я заблудился или что-нибудь сломалось очень этого не хотелось бы знаете ли а мороз на улице ну наверно градусов 12 есть точно нам не холодно мы как бы немножко даже спать или что сказать масса и понижение большого колеса блять вот что рулит а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... После утреннего четырехчасового приключения, по собственной глупости, вот пока едем по снежной целине. Едем не спеша, на второй пониженной. Экономим автомобиль, бережем. Ну и, собственно, в общем-то, чтобы никаких эксцессов больше не было. Как вам поездка? Да все было бы нормально. Если бы... Некоторые не сказали, едем, да? Не наша собственная глупость, блин. Какого бы мы поперлись в этот ручей, блин, а? С практически неработающей лебедкой. Не, ну она старалась. Она старалась, да. Ладно, пока едем. Что будет дальше мы не знаем, но пока мы потихонечку едем. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот утро второго дня нашей, получается, пятой поездки в Рязань. После ночевки у святых отцов, которые, надо сказать, свалились на нас, как просто благодать небесная. Мы ночевали в тепле. Мы нормально поужинали, нормально позавтракали. Выспались. Вот выезжаем на боевой маршрут вот в таких погодных условиях. На улице с начала девятого. В поле туман, видимость метров, наверное, тридцать, не больше. За бортом минус двадцать. Да, и температура, опять-таки, по сведениям святых отцов, минус двадцать. Ну, в общем-то, я думаю, и можно доверять. Чёрт, я знаю, кто она ведёт. Ну, пока она вперёд, значит, что... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что ж... Уважаемые зрители, которые смотрят это видео. Вот мы включили свою камеру. Половина шестого вечера. Второго дня нашего пребывания в четвёртом или пятом заезде уже в Рязанскую область. Остановились мы на ночлег, примерно в пяти километрах от населённого пункта Шилова. Превосходном, еловом таком лесу, посадке. За окном, по ощущениям, ну, не за окном, а на улице, по ощущениям, наверное, градусов 15-16 мороза. Ну, вероятно, наверное, что поднимется, наверное, до 20, наверное, как бы не больше. Вот наш автомобиль, который нас сегодня не подвёл. Здесь включением того, что кончилась солярка, и пришлось разгонять воздух с системы. Вот, а так... Много здесь, очень снега, холодно, одиноко. Передаём привет всем Туле, кто нас ждёт, кто о нас помнит. Кто нас не ждёт? Возьми фонарь, светим, светим. Вот мы, чтобы было виднее, подсвечиваем автомобиль. Виде вправо. Подсвечиваем. Вот он. Лес. Сейчас здесь сначала редколесье. Такие ёлочки ставят, очень красивые. Вот, вот красивая ёлка там рядом. Вот она, хорошая ёлочка. Сейчас наряде, мы Новый год. Вот. Да, вот. Наши будни. Отогреваем воду. Отогреваем воду замёрзшую. Возрочившую всю ледышку. Хотели открыть редуктора. Удалить масло, бортовые редуктора. Доливать там некуда. Там смесь льда, микрола и трансмиссионного масла. Здесь, лобьёмся. Третья наша ночь в нашей шестой командировке в Рязань. Время примерно 6 часов вечера. Мы находимся в окрестностях деревни Береговое Путятинского района Рязанской области. Становимся на ночлег. Как всегда, к вечеру немножко холодает. Днём была совершенно замечательная погода. Даже наш дизель прогревался. Прочти до рабочей температуры. Пока у меня в машине было тепло. Но сейчас под вечер стало немножко прохладнее. Вот, например, можно на Луну посмотреть. Какая Луна у нас яркая. Вот наш автомобиль. Трудяга. Трудогелик. Вот наш костёр бензиновый. Бензиновый. Ни один его волосканый руке. Обжог рупшит. Не, опалил как курица. Ну, в общем, выживаем. Завтра, наверное, будет последний, крайний день, как в этой командировке. Но до конца мы всё равно не дойдём. Будем надеяться, что доедем до Путятина. До Путятина нам остаётся примерно 85 вышек. То есть, точек, как мы их называем. До Путятина хотим поставить автомобиль и на какое-то время вернуться в Тулу. Подзаправиться финансово, соляркой, провиантом. Ну, и вернуться добивать четвёртый участок. Всем привет! Утро четвёртого дня. Очень холодно. Переночевали не совсем хорошо. Нужно плитку даже включали, зажигали внутри машины. Чтоб согреться автомобиль-то дизельный. Ну вот, утром настало. Стало немножко светать. Сейчас плохо видно. Ролтон закончился. Да. Горячая порция Ролтона стала немножко полегче. Даже, может сказать, согрелись. Где-то, наверное, через полчаса. Будем тарахтеть дальше. Продолжение следует... Скажите, как вам мороженое апельсин? Бля, я себя чувствую полярмика. Так. Бесконечные поля. Бесконечные поля. Леса такие же бесконечные, беспощадные. Мороз такой же беспощадный, как поля, леса. Ирязанские недоброжилут летательные люди. Ну ты про всех не говори. Ну да. Коля в спашке у нас друг. Да, вот. Это друг. Да, раз приезжал. По нашей лукости его по разу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и началась наша... Наверное, уже какая по счёту-то уже... Седьмая, наверное, поездка, наверное. Вырезать в командировку. Вот утро среды. пока едем по своим следам к которым мы в прошлый раз выезжали никто здесь не ездит кроме нас снега много пока едем снегу подсыпал еще в стране клею нашу замело клея была глубокой а сейчас она украшу полностью закрыта снегом посмотрим что будет дальше вот начали ехать по лэпу пока сфоткали взяли пять вышек вот надо шестую брать вот может быть вам будет видно весь лэп сплошняком завален цепильными бревнами вот там вот видны пеньки остатки муравейники по этой части ехать под лэпом совершенно нереально только какая-то гусеничная техника поэтому будем пытаться ехать по краешку вот там вот леса с левой стороны вот так вот вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот один из моментов, как мы ехали по этому снегу. Вот сейчас видите, вот слева виден след от снегохода, по которому ехать совершенно невозможно. А вот приходится ехать чуть поправей. Периодически переезжаем муравейники. Снег глубиной примерно сантиметров на 35 суток. Мы едем на третий по нижней передаче. Кое-где приходится на первую. А да и на первую, когда перемет. Преодолеваем. А так, в общем, пихотечку ехать можно. А тут, кстати, пихотечку. Вот скорость у нас сейчас 12 километров в час была. Вот 11 километров, вот 9. Сейчас поднажмем, поедем побыстрее. Вот так вот, в общем-то, мы едем. А вот сейчас один из таких моментов, когда приходится включать первую передачу. Очень много снега. Можно, если не пулька его. Пока едем, по-другому включаем. Разлетаем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...